Сегодня мы не могли выйти из дома, потому что сломался замок. Вы представляете? Так, я сделала салатик, уже накормила всех. Хочете знать, когда мне плохо, чем я занимаюсь? Так, ну вот наши мальчики. Аккуратно объезжаем. Возьму одни из этих брючек. Симочки, приветушки! Мы снова в ленте. Мы зачастили. Мы зачастили, потому что нас теперь четверо. И мы едим все очень хорошо. Что случилось? Я не могу телефон найти. Ты, может, его все-таки положила в рюкзак? Он только что был на тебе. На тебе в руках. Ищи, ищи. Так, это кто мою машину обижает? А? Ну-ну. Мою ласточку, мою девочку. А? Ты знаешь, как ее зовут? Феня. Фенечка зовут ее. Девочки, взяла шампунь, который посоветовала Люба. Она говорит, что от него не жирняет голова. Мы попробуем с вами. Возможно, головы разные, но пробовать стоит. Пока что из этой серии ничего больше брать не буду. Она еще говорит, что это не маски хорошие. Но у меня масок просто тьма дома. Я, смотрите, еще увидела шампунь, который хочу, чтобы вы мне сказали, кто-нибудь пробовал, кому как нравится. Но у него 701 рубль по карте как бы. Но я не буду брать пока. А вдруг он мне не подойдет. Просто 700 рублей выкинула. Тоже шампунь у него, да. Все на каком-то языке. Сейчас посмотрим, кто производитель. Японский шампунь. Я как-то взяла японскую спрей. Мне не понравилось, если честно. Поэтому, если вы знаете, что это, напишите. Вот такой кондиционер. Вот такой вот шампунь. Кто маме помогает? Конечно, Деника, да? Скажи, любишь кататься? Люби машинку возить. Все? А тут не открывается. Дверка вот там открывается. Все, надоело вести? Садись. Поехали. Так, ну что, мои хорошие, мы пришли домой. Я уже сняла покупочки лента, которые будут на втором канале. Всем доброе утро, мои хорошие. Что-то вчера, я не помню, вообще закончила, не закончила. А вчера мы сняли три видео. На ночь мы уже малых уложили. Вот, сейчас утро уже, мы завтракаем. Я. Так, малой уже съел кашу. После каши молочный ломтик. Маркус доедает свои, да, кукурузные хлопья, потом тоже молочный ломтик получит. Вот. Завтрак я мачо пью. Люба пьет кофе. И ей не понравилась мачо. Я и делала как-то, она говорит, нет, что-то не ее напиток, ей больше кофе нравится. Решила постирать бельишко. У меня белье здесь светлое. Ну, то есть, светлые джинсы. Так, что-то темное попало сюда. А, нет, это светлое, это только синее. Вот, светленькое. Но оно не линяет ничего. В основном тут светлые ткани, я так называю это, да? Согласитесь со мной? Или как? Ну, светлые же. Большинство светлых вещей. Ладно, сделаю для цветного, короче. У меня появился новый порошок. Био. Вообще, я рада, что производят, начинают производить все больше полезных каких-то таких продуктов, да, которые хороши для природы и вообще для человека, для здоровья. Смотрите, вот у меня стиральный порошок для белых и светлых тканей. Но мы сегодня будем использовать порошок для цветных тканей. И также пятновыводитель. Добавим туда немножечко. Здесь, короче, офигенный состав для стирки в жесткой воде. Продукт, который вы держите в руках, соответствует королевскому стандарту качества. Это называется Greenly. Это серия Faberlic. Вот такая вот. Я, кстати, заглядывалась уже давно, хотела взять и, наконец-таки, взяла. Смотрите, сюда входит даже вот такая ложечка мерная. Вот, смотрите. Сейчас я буду использовать. Здесь у нас 60 грамм, я 40 буду использовать. Вот так вот. И пятновыводителя тоже половиномерной ложечки. Так вот, 40 грамм я порошочка делаю. Опа! И пятновыводителя чуть-чуть сюда же добавлю. Стирать буду на 40 градусов, наверное, где-то. Хотя можно на 30, но лучше на 40 постираю, чтобы поштагуляли. Там у нас есть какие-то вещички. Запаха, девочки, особого нет. Добавила кондиционер. Ставим стирочку на... Так, у нас там смешанное. Вообще, можно супербыстро даже поставить. А лучше смешанное белье. Вот так вот. Час 30-40 градусов. Вообще, отлично. Чтобы не так помято было. Почти. Все, включай теперь. Молодец. Что мне больше всего нравится в этих порошках? То, что, конечно, в первую очередь, это очень полезно. Для нашей планеты. Безопасность для планеты. Экологичность. Это то, что в первую очередь меня привлекает. Второй момент, это то, что можно это использовать для всей семьи. То есть, для детей, для взрослых. Универсальные. Не нужно специально отдельно для детей что-то использовать. Выводит хорошо пятны. Работает в жесткой воде. А еще, что немаловажно, защищает стиральную машину от накипи. Стирать можно в любой температуре. Немаловажно, что это все суперэкономично. И сохраняет яркость тканей. Ну и самое главное, что не содержит отдушек, фосфатов, хлора, консервантов, всяких красителей. То есть, очень-очень полезно, гипоаллергенно. Что касается пятновыводителя, то здесь хорошо, что он подходит как для белого белья, так и для цветного. То есть, тоже не нужно отдельно все это... Куча средств не нужно хранить. Выводит также сложные пятна и всякие запахи. Также работает хорошо в жесткой воде. Что еще очень хорошо, что здесь содержится активный кислород. Это такой компонент, который способствует устранению бактерий. Максимально можно достичь результата при стирке от 60 градусов. Также можно в нем замачивать, предварительно обрабатывать ткани. Также эффективен для очищения ковров, обивок, насадок, швабр. И подходит для взрослой и детской одежды. Вот это очень-очень круто. Я люблю такие универсальные вещи, а главное, экологичные. Также эту продукцию сейчас можно заказать с 20% скидкой. Ссылку под видео я оставлю. Заходите по специальной ссылочке. И кого заинтересовало, обязательно приобретайте себе эту продукцию со скидкой. Что мы делаем на завтрак? Детишки-то поели, а мы еще, блин, пол первого ничего не ели. Уже аж плохо. Мы делаем крабовый салатик. Вот. Сейчас дождемся яички. Вот варим яички. И деткам заодно перепелиные. И будем кушать салатик. А потом пойдем снимать видео, красить волосы. Так, я сделала салатик. Уже накормила всех. Такая хозяйка невозможна. Просто мы уже поели. Так как мы испортили мой напиток краской для волос, мне придется сделать новый напиток. Но я уже не хочу мачу, так как я почти все выпила, там чуть-чуть оставалось. Сейчас я хочу сделать чуть-чуть кофе добавить. И добавить какао. То есть в основном это будет такой какао-напиток, но с нотками кофе. То есть вот кофе я сделаю буквально вот так. А какао, у меня чистый какао здесь. Вот так. Так, сейчас сахарозаменитель и молочко. Сейчас добавила чуть-чуточки холодного молока сюда и взобью. Сахарозаменитель, значит, чуть-чуть кофе. Прям вот, короче, кремовая прям масса такая классная взбилась. И сейчас молоко сюда залью. Так, теперь мы наливаем молочко. Аккуратненько. Чтобы эта пеночка наверху была такая. Смотрите, как красиво. До полного, пожалуйста. Ой, как красиво. Сейчас я помешаю. Ой, красота. Господи. Люблю красивые напитки. Еще сюда маршмейлоу сверху бросить. Он придает аромат и эстетическое наслаждение. Так, ну что. Мы забыли, короче говоря, камеру, да. И пришли в парк. У нас здесь недалеко вот такое вот построили. Здесь можно на великах, мне кажется, кататься. Гулять, бегать. Сейчас мы пройдемся по этому месту. Денька уже пузыри пускает. Я ему тут взяла пузырики. Ага, и Марк все разливает. Все? Ну все, пойдемте пройдемся туда-обратно и домой. Я вот так сегодня выгляжу. Я вам показывала? Нет, не знаю. Люба вообще вдохновляет меня на то, чтобы краситься каждый день. и не одеваться как-нибудь по-разному. Какие удовольствия? Давайте. Какие-то пузыри дебильные. Они не дуют. От того, что ты крутишься, они не будут. Во! Стой, стой, стой. Стой, стой. Пойдемте, найдем площадочку какую-нибудь. Все, набегались. Блин, солнце фигачит. Дети утомили прям. Пришлось бежать. А то убегали, пришлось бежать прям. Я не готова была к пробежке сегодня. Все, едем домой купаться, кормить, укладывать пол восьмого. Сейчас как раз на все про все. У нас час-полтора. И чтоб дрыхли. И потом настанет наше время. Все, мы пришли домой. Вот и моя камера в моих руках. Все, время у нас ровно половина восьмого. Сейчас купаем малых. Кормим их. Творожки, йогурты. Перед сном. И спастики. Хотя солнце фигачит еще очень ярко. Но пока сейчас искупаем. Пока-то все, уже полдевятого будет. Гуляли на этой площадке. Так не особо далеко от нашего дома. Вот. Но что-то нам не очень там понравилось. Потому что там очень много собак. С наморником. Есть без наморников. Даже намарка там одна апнула. Но она, слава богу, была в наморнике. Но все равно испугались. То есть, мало ли, собака может там толкнуть. Как-то это испугать, как минимум. Поэтому что-то нам то место не очень понравилось. И мы оттуда быстро свалили. Но зато нафоткались. В инстаграме будут новые форсики. Время. Десять часов. Настало наше время. Я пока сидела, монтировала там. Пришла Люба. И соблазнила меня на поесть. И вот мы сосисочки делаем. Вот вы меня и спрашиваете про диету. Вот она диета, Люба. Ты, кстати, покажешь как-нибудь фигуру свою там все делаете? Дела упражнения, которые ты делаешь там. Почему такая худенькая? Расскажешь? Да. Вот. Я тоже с удовольствием на видео посмотрю на нее фигуру. Вот. Короче, мы кушаем и хлебушек. И это, ну, вот такое вот на ночь иногда прорывает. Прям голодные такие, знаете. Но мы еще часа через два, мне кажется. Ну, я точно часа через два только лягу спать как минимум. Поэтому можно поесть. Доброго дня, мои хорошие. Фух. Сейчас просто ехала в Фаберлик. Блин, еле-еле успела. Я, в прошлом, пересохла все. Я в прошлый раз не успела забрать заказ. А я заказала там, блин, костюмчик себе домашний, зеленый, изумрудного цвета. В прошлый раз не успела. Я и так расстроилась безумно. Думаю, ну, в субботу точно я его заберу. И в итоге, короче, просто гулять иду с малым. Смотрю на часы, вспоминаю, что суббота у меня просто заботится за день. Там свои, короче, заморочки. И в итоге я такая думаю, блин, 15 минут осталось. Просто выбегаю, хватову малого. И я вот в эти моменты так радуюсь, что у меня резвая машина. Что реально она быстро может там где-то сманеврировать, там где-то быстро набрать. Вот чтобы вы понимали, решение вопроса были на минуты. То есть я приехала, закрывается здесь все до 19 часов. Я без 15.7 вышла, пока мы ждали этот лифт, пока то-се. И я уже мчала просто без светофоров, без ничего. Ни одного светофора у меня не было красного. Просто я успевала просто повезде проскочить на зеленый свет. И быстро захожу, такая просто толкаю дверь, и она открытая. И просто спускаюсь 2 минуты до закрытия, 2 минуты. Если бы я ехала чуть медленнее, например, то я бы уже не успела, я это понимаю. Я просто иду и думаю, как хорошо, что у меня резвая машина. Если у меня будет менее резвая, будут моменты, когда надо будет расстроиться. Вот, в эти моменты это очень хорошо. Так, что мы вышли, на самом деле целый день мы дома. Целый день я решаю какие-то свои домашние вопросы, запросы. И сейчас мы вышли погулять. И вот я вспомнила про Фаберлик. Вот, забрала этот заказ. Сегодня у нас просто жара на улице. Вообще. Во, жара. Во, видите, какая жара? Все в майках, футболках. Я тоже одела кофточку сейчас, но на самом деле мне жарко. Вот, и я сняла ее. И Деньке одела, но ему тоже, я думаю, жарко. Сейчас мы пойдем к нам во двор, немного погуляем. И вечер уже, начало восьмого, по идее, я уже его купаю и ложусь спать, да, через часик. Но я решила перед сном прям хорошо так погулять с ним. Что-то днем поспали даже сегодня. Я спала или решала вопросы, я уже не помню, что у меня сегодня день как в тумане. И, а сегодня, а вечером вышли мы, а она спала, мы днем сегодня, кстати, поспали вообще. Так вот, такое было ощущение, что хочется поспать. Какая-то такая слабость сегодня, несмотря на то, что такая погода яркая, классная. Вот, и со мной Милочка прям спала просто. Это такая душа на девочке. Я реально не понимаю, как я без кошки раньше жила. Это вообще не напряг. Это, это, когда ты любишь человека, у тебя идет уход с любовью. Блин, она такая человечная, она у меня такая красавица, такая умная, просто такая энергетика. Я ее Милочка, она ко мне такая, что мама? Просто сразу мила. И она тут в таком-то возрасте, два месяца и с половиной еще, даже два с половиной месяца нету еще. И она ко мне все. И пока я лежу, она со мной мурлыкает, целует, меня обнимает. Она головку на меня кладет. Она мне ручки, она меня облизывает, как будто она, ну, как, знаете, как мамка катятся их заботиться. Она меня облизывает, она посмотрит на меня, она поцелуй попросит человека. Хочете знать, когда мне плохо, чем я занимаюсь? Я хожу по магазинам и ем сладости. А что делаете вы, когда вам плохо? Когда вам плохо и состояние такое, которое пройдет только, ну, вот, время, надо подождать. То есть вы понимаете, что все хорошо, ну, то есть ничего не произошло страшного. Все хорошо, ну, просто, знаете, плохо, там, осадок остался, еще что-то. Как бы этот момент надо пережить. И вот что вы делаете в такой момент? Вот, я чувствую, мне уже легче становится, чуть-чуть отпускает. Птички. 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 Доброе утро, мои счастливые вместе. И что-то, я не знаю, настроение хорошее, вот и я. Слушай, вот, прикинь, как меняется настроение. Я же тебе говорю, за секунду. Поняла? Ну, не за секунду, но... Ну, мне кажется, за секунду, потому что я выехала, выехала. Не, утром у меня уже нормально настроение было, уже снимать и так далее. Я имею в виду со вчерашним днем и сегодняшний. Это контраст прям. А иногда, когда такое настроение не очень, думаешь, это когда-нибудь закончится. Это, наверное, надолго. Все меняется, боже мой. Непостоянство, я люблю, знаешь, как... Нет, вот у меня нет даже, хотелось сказать, и люблю, и ненавижу. Короче, настроение огонь ище. Мы сейчас едем в Декатлон, сейчас заехали в магазин, взяли что-то позавтракать. Опять собирались. О, сегодня мы не могли выйти из дома, потому что сломался замок. Вы представляете? Короче, у меня щеколда внутренняя, которая, она, на самом деле, она некачественно была сделана. То есть, рано или поздно оно сломалось. Один был момент, когда, на самом деле, я думала, что закрыта, а она была открыта. А я ее, я помню, на днях я провернула открыть. Я ее провернула открыть, думаю, что-то она как-то по-другому. А она, оказывается, дверь открытая уже была. И я провернула. И мне кажется, вот этот момент какой-то тоже там. Короче, этот замок, который изнутри, знаете, щеколда так раз, такая поворачивается. Короче, у меня теперь чувство вины, что я эти замки сломала. Нет, я же говорю, это я провернула его лишний раз тогда. Я уже тогда подумала, что что-то с ним не то. И, короче, прикиньте, сегодня мы выходим, отделись, собрались. Все же быстрее выходить. Хрена, короче, дверь не открывается. Все, проворачивается этот замок, все замки открыты, а этот замок проворачивается, и все. И мы не можем выйти. Я уже в общий чат такая, помогите, мы закрыты, короче. Спасите нас, детьми застряли, дверь не открывается. Вот. Ну, а пока я там писала, Люба уже такая, что-то там открыла, шпилька, чем-то там ковыряла. Шпилька. Поковыряла, короче, там, в общем, открылась дверь. Я говорю, ну все, на этот замок теперь не закрываем, закрываем на верхний, пока они не сломаются. Вообще, на самом деле, надо менять дверь. Все, поехали. Сегодня у меня образ, смотрите, какой. Такой-то такая, что наверху, черт, и что. Вот. На пульках своих. Мне еще сказали, кстати, что их можно сделать мюлями. Вот это вот завернуть и вот так ходить, солять. Потом попробую, пока так удобно. Прям бегаю по магазинам, очень удобно. Так, взяла себе вот двое джинсов, хочу померить. Возьму одни из этих брючек, фасон необычный, еще у меня таких нету. Обязательно покажу в отдельных покупках, все-таки я люблю отдельно покупки снимать, так что я сейчас набираю что-нибудь еще в отдельных покупках покажу. Кстати, мам джинс здесь тоже есть. Ну, тоже прикольный, но расцветка чуть-чуть мне не подходит. Что говоришь? Никого у бассейна. Никого у бассейна. Смотрите, встали в очереди у спортмастера, там не более 50 человек. И лавочки рядом, представляете, крестиком обшиты. Нельзя сидеть даже. Поиск Home работает. ДНС работает. Спортмастер. Сейчас мы были в H&M. Модис работает. Это мы заехали в Мегамаг на Ворошиловском. Остин открыт. Зендер открыт. Элис. Мегамаг. Молодец. Все, вот с этого поворачивай. Давай, назад. Поворачивай сюда. Во. Давай, ровненько, держи руль. Ровненько, держи. Молодец, моя птичка. Все, вот такой тебе нужен. Красавчик мой. Так, сколько этот стоит у нас? Этот стоит 7500. Это по карте, наверное, какой-то, да? Так, я смотрю, 8200 цена здесь. Или это собрать? А, еще замок, фонарь. Так, 7500 стоит. Сейчас будем смотреть. Давай, едем вперед. Поворачивай. Ты моя зая. Молодец. Смотри, на дорогу смотри. Вот это, мне кажется, уже по размеру, да? Так, ну вот, наши мальчики. Так, аккуратно объезжаем. Короче, я думала, побольше велик надо, но у них нет 18-й надо померить. Сейчас в Декатлон еще сходим, 18-й померим. Ну, этот ему прям нравится. Прям ездит. И Маркус ездит. Хотя он такой, ну, выше нас, Маркус, на голову. Только тормоз что-то не хочет нажимать Дэнни. Он у меня без тормозов. Дэнни, тормоз нажми. Тормоз. Молодец. Дальше поехали. Поехали. У Маркуса, кстати, одна ручка тормоза. Кстати, дешевле этот стоит. Стой. Этот подешевле. Этот 6 стоит. Так, смотрите, зашли в Декатлон. У них только вот такие на наш возраст сказали. Только этот какой-то удлиненный. Денька вот как-то лежит, непонятно. Но зато здесь удобные тормоза. Рукой маленькой удобнее нажимать. В тех, мне кажется, надо еще приучиться. И, короче, я не знаю. Такой стоит 7 тысяч. И колеса не входят. Их надо отдельно брать. Так, вроде беленький, симпатичненький. Короче, теперь надо думать. Так, по-моему, я присмотрела ему велосипед. И это 18 размер даже. Он шикарно едет. Тормози резко. Тормоз. Врезался, видишь? Так, все, мы пришли домой. Мы, наконец-таки, купили велик. Сейчас мы как раз его идем опробовать. И я хочу снять, ну, как бы, обзор подробно. Все это будет в отдельном видео. Покупки. То, что я себе купила. То, что я деньги купила. Вот. Достали, кстати, мы самокат. Чтобы два ребенка, кто-то на самокате, кто-то на велике. Потом поменялись. В общем, идем сейчас опробовать и снимать. Счастья нет пределов. Зашли домой покушать. Вот. Вы на канале. Как канал называется? Вот счастье ребенка. Вот по кругу. Молодец. Он хочет с горки. Прям едет на горку. Вот я тебя... Шопа маленькая. Я тебя знаю. Так, быстро не ехать. Понял меня? Все? А вот смотрите Марк. Марк на голову выше нас. И прекрасно ему вот тоже. Все сидит. Все ездит. Ну, вышли мы с Денечкой. Ну, я говорю, Дэнь, ну, давай снимем-то хоть обзорчик на наш велосипед. Ну, вот он согласился обзорчик снять. Три метра проехал. И все. И говорит, нет, на площадку. Короче, велик, если берете подальше от площадки. Ну, лично у нас так. У нас сидите сразу на площадку. Хотя Марк пошел кататься. Он катается где-то тут вокруг. А Дэнька в песочнице что-то ковыряется. И на велике не хочет кататься. Но ему нравится. Ну, да, я тут вставлю. Так, закончились у нас детские творожки. Сейчас я возьму натуральную активию. Да, она без всяких добавок и без сахара. Что хорошо. Да, без сахара же? Давайте проверим точно. Да, действительно. Нормализованное молоко, йогуртная закваска, бифидумбактерии какие-то. И все, сахара нет. А в качестве подсахарителя мы вот такой низкокалорийный сироп без ГМО, без сахара, без глютена возьмем. Клубничка. Он очень вкусный, реально. Тут тоже очень хороший состав. Я уже говорила, мне очень нравится. Да, сейчас дам. Вода, сок клубники, восстановленный подсластитель эритрит, загуститель ксантановая камедь, короче, ваниль, подсластитель экстракт стеви. В общем, мне кажется, что это будет вот такая смесь более полезной, чем детские, на самом деле, с большим количеством сахара, йогурт. Как вы думаете? Или творожок? Как вы думаете? Напишите, пожалуйста. Вот. Ну, мы, в принципе, употребляем достаточно много сахара, да, поэтому я его стараюсь снижать. Не смотрите, что я его кормлю с ложки сейчас. Он у меня вот это вот, типа, первый раз пробует. Вот так он, я ему при нем все сделала. А он такой, ни в какую нет сейчас. Говорит, давай мне другой йогурт, нормальный. Я его прямо сейчас заставила попробовать, и вот теперь, пожалуйста, ест. Давай сам покажи девочкам, как ты сам кушаешь, а то они подумают, что я тебя кормлю все время с ложкой. Бери ложку. Вот так. Нормально ложку возьми только. Бери ложку, нормально только. Классный, да, Сироп? Сироп. Бери ложечку ешь. Класс. Побольше набирай только. Надо все съесть. А маме дашь? Ну-ка, маме. Ммм. Ммм. А теперь Деня. Еще. Молодец. Надо все доесть. Фух. Ну что, мои хорошие, мы пришли домой, скупали наших ребят. Денге дала йогурт. А, ну это вы видели, да? Закат красивый у меня там уже виднеется. Вот. Сейчас включила я мультики. Сейчас 15 минут 9-го. Посмотрят чутка. Мы тоже полежим, отдохнем. Я сделала столько фоток сегодня Денге на велике. Просто разошлась прям, я не знаю. Всю память заполнила этим великом. Я так рада просто, что он катается, что нравится ему. И что мы не взяли маленький, что взяли большой велик. И что ему комфортно ездить на нем, классно. Вот. Так что я счастлива. У меня такой здоровый парень. Я уже на самом деле удивляюсь. Удивляюсь. Совсем недавно он вообще не хотел на велик садиться. А теперь раз сел. И вообще я такой взросляк. Я в шоке, как быстро растут детки. Вот. Короче, сейчас мы отдыхаем. И я не знаю, наверное, я буду заканчивать влог. Потом вечером буду монтировать видео. Будем пить чай с Любой, наверное. Если не уснем, правда. Но я не могу уснуть, потому что у меня на завтра нет видео. Мне надо его смастерить из чего-нибудь. Вот. Ну, во всяком случае, может даже это видео я буду мастерить. Все, мои хорошие. Я вас люблю. Целую. Буду с вами, наверное, прощаться. Влог и так длинный. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok